И вот уже участники наших соревнований. Эх, тройка, птица тройка, и кто ж тебя выдумал? Знать убойкого народа могла ты только родиться в той земле, что не любит шутить. Гоголевская цитата первой приходит на ум, когда видишь мчащиеся по открытому снежному полю конные упряжки. Зрелищные заезды знаменитых на весь мир русских троек открывает конные бега в Шушенском, которые уже восьмой раз проводятся накануне Дня защитника Отечества. Удалая тройка субботинца Николая Сергеева первой пришла к финишу, преодолев дистанцию в 2400 метров. Всем остальным участникам верхом и на кашовках предстоит преодолеть всего 1600. Не подвел запряженный коренным, то есть в центре тройки, жеребец по кличке Тигр. Как поясняет тут же комментатор бегов Сергей Шиховцов, коренной скачет галопом, а престижные кони – рысью. Обо всех самых интересных событиях и ситуациях заездов зрители узнают незамедлительно, благодаря подробным и профессиональным разъяснениям с судейского помоста. И вот буквально 20 метров до финиша давайте встречать аплодисментами тройка Сергеева! Посмотреть на беговых лошадей и поболеть за родных и знакомых наездников приехало несколько сотен зрителей, и не только из нашего района. Привет всем! Погода словно подарок – легкий морозец и солнце. Ну, конечно, рабочих лошадок не отличишь от профессионалов, так что, конечно, красивее. Стоит проводить хорошо. И погода, в общем-то, в принципе, хорошая. Организаторами состязаний помимо районной администрации выступают местные предприниматели и владельцы предприятий из соседних Акассий. Общий призовой фонд – 170 тысяч рублей. В борьбу вступают верховые породистые трехлетки. Это элитные скакуны, смотреть на которых – особое эстетическое удовольствие. Среди этих красавцев нет равных обитателям конюшни предпринимателя из Красного хутора Игоря Иванникова. Жокей Владимир Макеев на лошади по кличке Пустельга уверенно выигрывает заезд. Отдельная номинация – соревнования наездников, управляющих кашовками. Упряжками с одной лошадью. И вновь обладателем первого приза становится питомец конюшни Иванникова – игрок. Приветствуйте! Вот они, красавцы! За призы борются также владельцы верховых породистых лошадей, возраст которых старше четырех лет, и простые непородистые трудяги. Опытный наездник и заводчик Олег Баранов из Казанцева на своих питомцах отличился призовыми местами в нескольких заездах и выиграл в престижной номинации «Рысь под седлом». Все лошади, участвующие в заездах, выросли в фермерских хозяйствах нашего района. Не так много сельчан занимается разведением этих благородных животных. Однако те, кто уже не первый год привозят скакунов поучаствовать в бегах, стали настоящими героями. Жакей Юлия Наумова выиграла два заезда и взяла серебро еще в одном. Начала заниматься вообще с детства. Ну, это, наверное, просто любовь к животным, именно к лошадям. Другой человек, который просто придет, он не сможет этим заниматься. Если есть желание и стремление. Жеребец у тебя, да? Расскажи о нем немножко, какой он там, характер уже у них есть. Он трудяга, он боец настоящий. На любых соревнованиях для меня он, не знаю, он всегда победитель. По крайней мере, на всех зимних бегах все места первые его. Площадка, где находятся лошади-участники бегов, удалена от точек старта и финиша. Но и в месте скопления зрителей все желающие могут пообщаться, сфотографироваться с этими элегантными животными и немного прокатиться. Благодаря энтузиастам конного спорта в Шушенском вскоре планируется открытие школы верховой езды. Ну, это кобылка, три года, зовут ее Мельба. Ой! Мы... Она сейчас вам интервью сама даст. Мы в соревнованиях не участвуем, потому что это специально надо обучать лошадей. И психику ломать не хотим. У меня лошадки только для проката, для обучения верховой езде. Вот ребятишек катать. Денежные призы от спонсоров вручаются победителям заездов на церемонии награждения. Итак, друзья, профессиональная скачка. Макеев Владимир! Громче, громче, давайте будем аплодировать. Поляна, на которой проводятся бега, используется в качестве ипподрома впервые. Будет ли она местом состязаний и в следующем году – вопрос. Но участники и зрители надеются, что февральские конные состязания в Шушенском останутся хорошей традицией. Ксения Соковикова, Алексей Кавторев. Программа «Южный горизонт». Программа «Южный горизонт».